Всем привет! Накануне 1 апреля к берегам Камчатки пришвартовалась красивейшая яхта ледокольного типа «Ладача». Она привела из японского порта Кусиро, преодолев тысячи морских миль из Средиземного моря через Атлантический и Индийский океаны, достигнув Тихого. Яхта сразу же превратилась в местную достопримечательность. Камчатцы несколько суток обсуждали эту дорогую игрушку, которую заказал себе в Нидерландах глава собственной финансовой группы Олег Тиньков за 100 миллионов евро. Кстати, это второе бизнес-пришествие одного из самых известных российских финансистов на Камчатку. Первое случилось в 2015 году и закончилось скандалом чуть ли не мирового масштаба. Напомню, что в сентябре 2015 года долларовый миллиардер Олег Тиньков и начальник Камчатки Владимир Илюхин подписали соглашение о намерениях построить на полуострове гостиницу на 15 номеров с рабочим названием «Ладача Камчатка». Объем инвестиций оценился в 260 миллионов рублей. Строительство комплекса должно было начаться в 2016 году. Представители дачи довольно быстро подобрали земельный участок. Принадлежал он на праве собственности Камчатскому краю, поэтому обсуждались разные инструменты инвестиций, включая государственно-частное партнерство. Но такой вариант, похоже, Тинькова не устроил, ведь земля оставалась за регионом. Тогда краевое правительство в сжатые сроки подготовило документы для аукциона, чтобы инвестор выкупил площадь. Но покупатель на торги так и не вышел. Зато посыпались обвинения в адрес камчатских чиновников, которые со слов Тинькова его закатали. Были даже откровенные намеки на взятку, хотя заявлений в органов, ни документов, подтверждающих вымогательство, не было. Последней каплей терпения со стороны Тинькова стало якобы отсутствие доступа к термальной воде. Кстати, подземное тепло под участком есть. Нужно было просто пробурить скважину за 30 миллионов рублей. А еще лучше получить термальную воду через корпорацию развития Дальнего Востока, то есть обеспечить себя инфраструктурой за счет государства. Казалось бы, флаг вам в руки, господин Тиньков. Но он уже размахивал другим флагом через СМИ, поливая чиновников полуострова вовсе не термальной водой. Дело дошло до смешного. В ситуацию вмешался сам полпред Юрий Трутнев. Он лично позвонил Тинькову, предлагал помощь, но скандальный миллиардер, видимо, резко охладел Камчатку. Цитирую Трутнева. «Он смешной человек, Тиньков. Я попросил направить в командировку со мной представителя, чтобы он мне рассказал о проекте, но никого не направили. Поэтому разговор не имел продолжения». Возникает вопрос, зачем Тинькову был нужен весь этот спектакль на Камчатке? Возможно, данный одесский шум был одним из планированных пиар-шагов, чтобы объяснить, почему банковская машина под названием Тиньков особенно не инвестирует в Россию. Наверное, потому что проще спекулировать на валютных курсах, получая сверхдоходность, или выдавать кредиты. Сегодня, при снижении реальных доходов россиян, им предлагается кредитно-карточное решение своих проблем. В итоге просроченные ссуды, долги у заемщиков. И известный девиз Тинькова – коллекторы, санитары рынка. Ведь долги-то надо выбивать. Но вернемся к Камчатке. В этом году Олег Тиньков снова заявил о желании строить элитарный отель в Ельзовском районе. Местная, уже новая власть, встретила эту новость с распростертыми объятиями. Даже заявлялось, что инвестор уже вложил в проект несколько миллионов рублей. Но что это за проект, в деталях неизвестно. Кто-то возразит, а как же яхта? Вот он, готовый туристический продукт, который сегодня пришвартован у морвокзала. Кстати, отстегивая за каждые сутки стоянки 180 тысяч рублей. Тиньков открыто заявил, что будет продавать туры для VIP-гостей, сдавая яхту за 690 тысяч евро в неделю. Маршруты будут проходить вдоль берегов Камчатки, Чукотки и по Курильским островам. Всего запланировано 10 круизов. Кстати, с 1 по 8 мая на яхту должен прибыть и сам ее владелец. Тиньков посетит острова Курильской гряды, а в конце лета уйдет в Северную Америку, а затем двинется на юг, чтобы к зиме достичь Антарктиды. Но вот беда. Яхта миллиардера, которая так печется о российском бизнесе, не растаможена в нашей стране и ходит под флагом острова Кайман за морской территорией Великобритании. Что из этого вытекает? А то, что по закону на этой яхте могут отдыхать 12 пассажиров, например, друзей Тинькова. Но если он собирается брать за туристические услуги деньги, то придется платить ощутимые таможенные пошлины за временный ввоз яхты – 41 миллион рублей в месяц. А еще нужно брать разрешение Росморричфлота на каждый круиз отдельно. С такими затратами яхтенный бизнес уже не кажется прибыльным. А есть ли выход из положения? Мы насчитали как минимум три варианта. Первый – растаможить яхту, поддержав бюджет страны. Ну, это порядка полутора миллиардов рублей. К тому же яхту придется перестраивать под требования российского регистра. Второй – взять разрешение на коммерческую эксплуатацию яхта. Это путь затратный, но не столько в деньгах, сколько по времени. И оно, судя по всему, уже упущено. Третий и самый шаткий вариант – работать через тур оператора. Собственно, по этому пути и пошел Тиньков, предлагая туры через посредника. Но этот способ, скорее всего, не сработает, потому что все равно потребуется временный ввоз яхты в страну. Но есть еще один, так сказать, неофициальный путь – взять на борт всемогущего туриста, например, члена правительства. По слухам, такое предложение может поступить к одному из влиятельных лиц на Дальнем Востоке. В этом случае нога таможенника и пограничника не посмеет ступить на палубу яхты. Но будем надеяться, что наши чиновники на такую взятку не поведутся. Конечно, очень хотелось, чтобы такая яхта, как дача, украшала Авачинскую бухту, радовала глаз туземцев и приносила пользу туристам. Ведь, как философски заметил сам Тиньков, мир так огромен, а наша жизнь так коротка, поэтому мы должны исследовать ее как можно больше. С нашим экстравагантным соотечественником трудно не согласиться. Были бы деньги. Вот интересно, а если все-таки иностранная яхта не сможет поработать у Камчатских берегов? На кого в этот раз будет обижаться господин Тиньков? Это было мое особое мнение. Комментируйте, предлагайте темы. Меня зовут Евгений Сиваев. До новых встреч на телеканале 41-й регион.